здравствуйте вы на канале айс пик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и с вами я автор проекта олег павлюченко в этой части фильма я пользуюсь исследованиями большого количества альтернативных историков и исследователей расскажу вам образ территорий погибших на рубеже 17 18 веков на северо-востоке континента евразия и все мы попытаемся понять действительно ли эти территории были центром управления практически всего тогдашнего мира попытаемся понять какие народы проживали в этих местах на каком языке они разговаривали как управлялась эта территория кто стоял во главе глобальной мега державы и какой город все-таки являлся ее столицей и опять сегодняшней работе мы обратимся к трудам андрея кадыкчанского по моему мнению он лучше всех исследователей осветил сегодняшний наш вопрос живет андрей в городе печоры псковской области но до этого он жил там в районах реки колымы анадырь и эти места он знает не понаслышке так что я думаю мы все ему поверим и я думаю то что он нашел следы этой цивилизации в тех местах которые сегодня считаются очень суровыми и необитаемыми действительно реально сейчас обратимся к компьютерному экрану потому что там гораздо легче показать информацию которую я буду рассказывать а информация действительно объемная излагать ее достаточно тяжело потому прошу меня простить за применение компьютерного экрана в наших фильмах и так для поиска исторических следов центра метрополии обратимся к статьям известного альтернативного историка андрея кадыкчанского вот его блог его статьи но продолжим вот его статья нравы и обычаи народов великой тартарии андрей нарисовал совершенно иную картину средневековых книг описывающих путешествия марка пола и французского вроде бы как монаха гильома де руб рука ко двору великого хана как многие теперь знают никакого монголо татарского ига никогда не было это плоды подрывной деятельности поляков и откуда это видно я зачитаю небольшой фрагмент положение стало меняться с приходом европейских либеральных идей распространившихся в россии среди образованной публики вместе с идеями нигилизма народничества и начала борьбы за демократические перемены в середине 19 века когда за дело взялись историки либералы воспринимающие россию по зарубежным учебникам началось внедрение в наше сознание европейского понимания собственной истории активно начал внедрять термин ига историк соловьев чистый западник горячий поклонник всего польского даже перешедший из-за этого в униатство будучи профессором и деканом историка филологического факультета московского университета то есть фактически руководителем всей отечественной школы истории он стал настырно внедрять научно-исторический оборот термин татаро-монгольского ига хотя вот дальше что пишут как мы видим историки придавали в 19 веке термину ига совсем не людоедский характер и она практически не применялась некоторые фантазеры ныне придумают что в русском языке и раньше существовало слово ига вроде бы аналог кирма даже вот карамзин уже хорошо знакомый с западным историческим источниками напичканных игом аккуратно говорил о татарском владычестве с чего же началось вот это вот польское внедрение вот хорошо написано притеча термина татаро-монгольская ига появилась в конце 15 века у наших за для заклятых друзей поляков но не сразу нынешнем виде в то время путем интриг польша захватила свое управление оторгунув у наивной православной литвы огромные русские территории всю малороссию и значительную часть белоруссии поляки стали активно переваривать захваченные западно русские земли и им потребовалось доказательство что их поляков власть есть спасение и счастье для русских ну как они внедряли католицизм мы знаем это вот интересный блок кто зачем придумал термин татарского ига в общем к этому же можно отнести вот эти вот книги василия так называемого я на чингисхана который книга чингисхан последнему морю в которых он тоже фактически нарисовал картину вот это вот ига жизни чингисхана в таком вот виде батыя в таком же общем он подменил в художественном виде фактически восприятия монгола татар но многие из вас уже хорошо знакомы вот с таким изображением ханов орды и все знают выглядел батухан по-настоящему как выглядел другой предводитель буми каган вот еще раз батухан я здесь не обращаю на годы жизни это каждый сам поймет от изображение тимура перед нами абсолютные славяне вот изображение а то тюрка османбея вот еще раз батухан вот изображение ханов тартарии в общем для чего поляки запустили эту утку ставшую постулатом истории и до сих пор в этом вопросе все просто они всегда считали россию своим врагом и даже после присоединения российской империи этой польши они пытались всегда выйти из состава империи им как и галичанам в этом помогла германия а германии были свои интересы она просто не хотела иметь с россией прямую границу ей нужны были какие-то государства промежуточные и вот она пыталась отделить от россии западные территории для создания буфера а поляки внутри россии пытались очернить русских описав поход монгола татар и иго но только на территории руси а польша типа не подвергалась этому игу и русские от влияния монголо татар одичали а поляки чистые европейцы и мне как нельзя жить с русскими в одном государстве ну вот мы видим это подхватили и профессора московских университетов но вернемся кстати к дыкчанского нравы и обычаи народа народов великой тартарии образ конечно он нарисовал совершенно другой кстати вот еще интересный момент фильм монгол польский процесс до сих пор продолжается вот недавний фильм монгол вот изображение чингисхана которые пытаются всем пропихнуть но мы знаем что с вами что чингисхан выглядел вот так и это действительно древний его портрет вот жены чингисхана с детьми но еще одна картина чингисхана и это все первый источник это марка пола который посетил территорию тартарии или монголии вот опять чингисхан и вот чингисхан совершенно не этот кто это здесь казах вообще это представитель желтой расы а как мы знаем представители желтой расы это китайцы сегодня в общем в этой статье андрей разбирает книгу послание вильгельма дырубрука людовику девятому королю французскому я попытаюсь рассказать свои выводы из статьи андрея не буду ее всю зачитывать то есть что я могу сказать путешествие дырубрука происходит во времена правления батухана но у него есть соправитель мангухан и они оба руководят этой метрополии тартарии все это происходит уже после смерти чингисхана как мы знаем столица чингисхана был город каракарум но по исследованию опять андрея кадыгчанского это какой-то город сегодня разрушенный находился на таймыре верховьях енисея столица которую посетил дырубрук уже был город камбалу и там находился мангухан сам же батун находился в военном лагере где-то возле какого-то из волжских городов но иногда он переезжал в персию то есть он находился и на волге и в персии видимо он был военным руководителем и контролировал территории среднеазиатской губернии при черноморской губернии а а мангухан был гражданским руководителем и управлял самый самой центральной тартарии но похоже они были равны из описания дырубрука в нашем фильме пазлы великой тартарии мы рассматривали времена 14 15 веков как события в при черноморской губернии где был казнен император и зародилась из культа новая религия христианства после чего митрополия наказала казнивших его представителей элит и это наказание митрополия провела военным путем по носовскому фоменко мы знаем это событие как четвертый крестовый поход он же кстати и единственный и теперь на основании сведений которые мы получили из этих посланий людовику дырубрука я сделаю вывод чтобы ты не участвовал в этом наказание четвертом крестовом походе 1204 года по официальной версии истории баты более поздний исторический персонаж а щит к ротам цареграда в 1204 году прибил князь олег он тогда считался киевским но этот вопрос надо изучать скорее всего киевские княжества входили в состав губернии которой столица была царьград и до момента распятия и вот этого значительного события видимо территории среднерусской равнины и при черноморья составляли одну губернию тартарии и разделились они только после этого и появилось две губернии одну мы теперь знаем со столицей в москве а другую со столицей в константинополе скорее всего баты участвовал в более поздних событиях именно вот в том регионе как я уже говорил из трудос носовского фоменко хронологический сдвиг событий 13 14 веков около 100 лет реально крестовый поход 1204 года происходил в начале 14 века баты по версии официальной истории воевал в тридцатых сороковых годах на территории европейской части евразии но в тридцатых сороковых годах тринадцатого века то есть 1230 1240 год первое упоминание которые мы об этой слышим это год дракона 1222 год это харизм средняя азия соответственно реально все эти события связанные с батыем проехать происходили в середине четырнадцатого века они в середине 13 значит реальная датировка путешествий французского монаха середина или вторая половина четырнадцатого века это как раз момент времени перехода христианства из культа в религию то есть эти монахи находились составе первых христианских орденов дирубрук был в ордене братьев миноритов и государственной религии христианства по крайней мере во франции еще не существовало а французский король скорее всего был тоже ставленным губернатором от тартарии княжеств типа лангедок совой и так далее но константинополь уже скорее всего был христианизирован так как название мы видим уже не царьград от константинополя то есть это происходит уже после принятия черноморской губернии как губернской религии христианства и происходит это после смерти константина а в западной европе как мы видим христианство существует виде орденов до создания карлом пятым католической священной римской империи а произошло это в начале по официальной истории 16 века и с было связано с отделением территории запада евразии от метрополии и эти события были еще далеко впереди то есть до них оставалось 100 150 лет и это время путешествия дюрубрука описано как спокойное время то есть задолго до катастрофы это соответственно мирная жизнь центра метрополии где только первые проявления религиозной розни между магометанами и христианами ну также описано некоторые противоречия с подшефными территориями а вот о противоречиях связанных с христианами и магометанами негодуют в разговоре с дюрубруком сам мангухан удивляясь тому что бог един и он есть ладонь а религии это пальцы и как пальцы могут друг с другом воевать то есть это о многом говорит это говорит во первых об уме мангухана а во вторых это говорит о том что в его ведическом сознании просто не укладывалась религиозная война ведь видизм говорил о том что бог един и допускал различные виды этого видизма в виде культа зевса так называемой древней греции которую мы знаем как при черноморья культа юпитера который мы знаем как средиземноморья типа римская империя я этот процесс описывал фильмах цикла история великой тартарии в начальных его фильмах в первой второй частях сам же мангухан видимо правил центром империи в столице камбалу провинция могул интересно кстати давай власти но мы это же с вами обсудили и также рубрик описывает 12 вельмож составляющих совет управляющий всеми областями тартарии ну я уже говорил что был какой-то стол короля артура и ниже хана стоял действительно совет из 12 представителей второго высшего соус сословия мы знаем тартарии было кастовое управление и вся государственная машина была создана под обслуживание интересов трех высших каст но все эти 12 вельмож а также правители царей ханы провинции и губерний были выборными выбирались на 12 лет дюжить а родственная связь прослеживается только у верховных правителей из рода царя ивана или просвитера и она которого кстати на 700 году его жизни убил хан чингис женившись на его дочери и чингис продолжил получается род и создал род чингизидов и его потомки становились верховными правителями тартарии видимо батый был точно внуком чингис хана и скорее всего манвухан был также каким-то его либо внуком либо еще кем-то из этого можно сделать вывод что не было тартария примерно как его сейчас многие пытаются рисовать противоречия и и конечно же терзали и там они описаны какая-то женщина пришла в какой-то области править ее ели убрали после смерти хана натворила много бед также противоречия отержали впоследствии и всю российскую империю примерно на тех же видимо принципах что и причинах как и тартарию но несмотря на это рубрук описывает совершенный государственный слой строй и строй это как раз таки глобальной конфедерации в которой есть прямо подчиненные области и зависимые государства платящий налог кстати явных врагов или сведений о них вообще практически нет также был устроен ссср прямом подчинении находились союзные республики а блоком варшавским договором в него входили страны варшавского договора такие как гдр чехословакия то есть это зависимые страны все спроекцировать спроекцировалась и в будущем но совершенность этого строя очень хорошо описано дырубруком также описана совершенность многих государственных аппаратов такой как судебной военной социальной системой где раздавалился хлеб где были накопления описывается логистическая дорожная система то есть государственная машина практически была построена уже тогда и сейчас многие элементы и используются до сих пор и во всем описание дырубрука описаны именно европейские народы населяющие области тартарии желтыми и черноволосыми узкоглазыми упоминаются только так называемые хины купцы которые жили на территории центральной области тартарии и за это платили пошлину что она там названа очень большой 15 тысяч марок серебром за каждого человека в день а все остальные народы и юкагиры и так называемые югуры видимо уйгуру тибетцы монгулы описаны даже русские тангуты и все они описаны чистыми европейцами то есть носителями гоплогруппы r1a1 ну может быть и r1b но поклёсово мы знаем что там преобладало население r1a1 то есть арийская и все они конечно же представители белой расы только с разными названиями и многие из этих названий сейчас носят совершенно другие народы еще описаны какие-то сарацины но они описаны как магометане описание их внешности нету скорее всего они тоже такие же были r1a1 но приняли другую религию а вот хинцы эти монголоиды кстати по современному китайцы описаны как нестарианцы ни одного слова о том что в китае современным конфуцианство и в бывшей хине нету скорее всего конфуцианство и появилась от этой нестарианской религии но основной религии монгулов веру брук описывает язычество но он как крестьянин описывает язычество на самом деле мы понимаем что это был видеть он хорошо очень описывает обряды видистов их образ жизни как они сжигают трупы они хоронят то есть реальное описание ведического сообщества и сами же ханны мангу и баты конечно же описаны друг другом вовсе не монголоидами это же мы видим кстати из многих гравюр дошедших до нас того времени это марка полу гравюр руб рука мы не видим нового описание хана нет ни одной монголоидной черты а наоборот он описывает мужчину выше среднего роста 45 лет со светлыми волосами бородой вот описание монгу хана еще интересное описание у дыру брука это самой архитектуры городов центральной тартарии как мы понимаем это камбалу тартар мангу лун много городов посетил и это описание дыру брука реально конечно его удивляет самого этого дыру брука и удивляет именно богатством и красотой архитектуры здание он описывает как здание золотыми кровлями отделанными драгоценными камнями описывает всю роскошь находящихся в этих зданиях и понятно что такую роскошь по его описанию он в европе не видел руб рук также описывает нормальное общение с видимо очень умным мангу ханом также написывает общение с бату ханом который по своим повадкам поведению чистый военный в общем свой штукатурку видимо не раз переписанных этих докладов в самой франции конечно же они переписывались пробивается даже некоторые технические подробности например фонтан по которому поступала вода вернее не вода а напитки алкогольные там рисовое пиво и подавалась она на такую вот высоту без насосов но скорее всего это просто не описано все эти насосы как это делалось но это есть явный след технологий также как след робототехники в описании ивана грозного когда у него был робот то есть скорее всего большую часть технических разных описаний фальсификаторы из этой рукописи стерли также как стерли информацию о быстром перемещении дыру брука на фактически край евразии к последнему морю то есть последнее море мы видим что это тихий океан описано как будто бы руб рук шел чуть ли не пешком вдоль волги но мы понимаем что дойти до современной камчатки из франции займет я даже не знаю сколько если вообще дойдут люди но по описанию руб рукам дорожных коммуникаций тартарии понятно что транспортные средства были какими-то другими и столько времени у руб рука на этот переход не ушло и руб рук описывает что территория центральной тартарии центральной подчиненной началась практически от поволжья отставки хана батыя он находился фактически на западной границе центральных областей тартарии также из строк доклада понятно что климат был совершенно другой был теплый скорее всего смена зимы и лета описываемая в этих хрониках просто добавлено и добавлено переписчиком потому что до катастрофы 17 18 веков никакой смены зимы и лета не было вот это вот единственная нестыковка в этом описании она может быть и была но была незначительной и кстати очень интересно описаны шубы которые подарил хан мангу хан дыру брук они были почему-то из павианов в общем я думаю для начала исследования центральных областей тартарии погибших полностью во времена катастрофы 17 18 веков андрей кадыгчанский нарисовал очень хороший образ и с моей помощью этот образ становится для многих достаточно неожиданным также я еще вернусь к некоторым картам тех мест где побывал дюру брук вот город камбалу где и была ставка мангухана вот тихий океан пролив аниан это еще было до появления камчатки андрей опять же нашел кадыгчанский смысле нашел этот город он находится вверх по реке вот это развилки рек а здесь город охот на побережье охотского моря в устье этой реки также мангу хан описывает и мангулы татар то есть он попутешествовал по многим городам и становится понятно что ставка хана столица периодически менялась вот эту область единственное что написывает как относительно пустынную но в принципе на картах она и могла быть такой что здесь жили скотоводы должны же были быть метрополии сельхоз угодья хотя города мы здесь видим тот же тартар и мангулы может они уже были меньше хотя первичная столица тартарии это кстати город тартар вот опять долина царей место погребения хана в тартарии эта территория как мы знаем из предыдущего фильма полностью ушло ушла под воду восточно-сибирского моря вот еще карта этих территории 5 камбалу представьте откуда пришел пришел французский монах по каким территориям он шел и ставка батыя находилась где-то вот здесь вот а персия ну понятно что он по волгу попадал в это пресноводное озеро и здесь где-то был в персии то есть отсюда он контролировал западные части видимо периодически движения сепаратные отделения и всякие непонятные вещи случались губерния мы слышали это про предательство сахдийских купцов как раз в областях приказ приказ при вернее персии того времени скорее всего состав этой персидской губернии входила вся средняя азия то что происходило черноморской губернии мы с вами хорошо тоже знаем ну еще раз на этой карте видно достаточно густо заселенная территория всей сибири также на этих картах мы видим вот город лукоморья который находится в районе обе опять каспийское море и опять куча городов городов и города на севере климат конечно же был другим давление в два раза или в три выше в два раза но было выше до катастрофы 19 века до катастрофы 17 в 3 в 4 раза она была выше то здесь не было никакой мерзлоты вот город лукоморья около обе ну это еще раз карта камбалу вот город гурстина не недалеко от тобольска современного здесь сейчас находится тобольск а вот какой-то город камбалык но это все находится уже в районе обе и так сквозь пелену и штукатурку этих посланий дыру брука ледовику девятому вырисовывается очень интересная картина и эта картина совершенно не посещения каких-то монгольских улусов с юртами и в пустыне а это действительно картина реального цивилизованного мира вырисовывается картина сильного государства из докладов дыру брука мы видим реальное сильное государство системой соц защиты поддержки малоимущих слоев населения выборностью управления как раз таки как мы уже давно догадывались по аналогии со столом короля артура из 12 вельмож которые управляли территориями а над ними стоял великий хан вырисовывается картина богатой архитектуры искусства реально существовавшие в тех местах и по описанию руб рука можно четко сделать вывод что он достаточно сильно удивлен тому что он там увидел а руб рук мы заметим из западной европы которую сейчас считают эталонном архитектуры так вот скорее всего руб рук увидел такое чего он не видел ни в париже не в риме а рим и париж в таком же виде в каком они сегодня существуют практически существовали при руб руке те его описания когда он видит золотой пол золотые крыши его видимо очень сильно поразили но мы знаем что западной европе особо золотом крыши зданий не покрывали это у нас исаакиевский собор и много церквей по тартарскому обычаю покрыты золотом а такие вот соборы как святого петра в риме собор венеции или как он у них называется храм они не имеют золотого покрытия все там гораздо беднее то есть руб рук попал в те места которые его реально поразили своей архитектурой и богатством также из докладов руб рука четко видно технологический уровень я не буду много об этом говорить но тот фонтан который он описал это достаточно серьезное сооружение в котором нужны насосы и многое другое технологический уровень в его докладах завуалирован почему потому что скорее всего эти доклады тоже переписывали убрав из них все то что казалось переписчикам неправильно но это пока догадка хотя она правильно переписывались они однозначно так как переписывалась тогда все вокруг это что их не уничтожили а скорее всего таких путешествий как у руб рука и западной европы в те места было очень много но на сегодняшний момент действительно мы имеем только марка пола и для руб рука все остальные видимо уничтожены по причине того что они раскрывали гораздо больше и также я хочу сказать что в деятельности хана очень хорошо видна внешне политическая деятельность очень сильная много уделялось внимание различным послам постоянно хан и его вельможи взаимодействовали с послами находящимся у них на территории там для них устраивались специальные даже кварталы в которых жили послы то есть шла очень сильная внешне политическая деятельность но скорее всего у тартарии или руси яра врагов не было это было просто реальная мирная жизнь государства который подчинялась практически все но сегодня конечно же мы по-другому представляем государства гегемоны и государства подчиненные тогда это было все просто по-другому еще раз скажу что это было конфедерация прямого политического подчинения могло и не быть и оно было не нужно уровень развития этого общества был намного больше чем сегодняшнего у нас до 19 века по инерции того общества не было столько полицейских вообще в российской империи а исполнительная власть в низах в деревнях была одна на вообще община не было никаких участковых в деревнях а сегодня их десятками сидит люди саморегулировались и вот где-то в этом ключик к устройству того общества люди были действительно более самостоятельными и более духовными что позволяло не тратить огромного количества людей на поддержание порядка а сам хан мангу хан очень интересно сказал да руб руку про начинающийся религиозный конфликт до хана находящегося на очень высоком уровне развития не могло дойти как могли христиане резать мусульман или мусульмане резать христиан а эти конфликты уже начались и он говорит руб руку что бог один а религии то пальцы на руке то есть бог это рука а религии пальцы как могут пальцы друг с другом воевать то есть до хана до мангу хана это просто не доходит такого абсурда и я думаю в тот момент времени действительно религиям высшего правления тартарии этому религиозному расколу не придавала никакого особого значения так же как сейчас общество не понимает что когда-нибудь могут фанаты футбола вооружившись разделить вообще мир но это как бы догма предположения но не только на футболе на других позициях можно разделиться то есть там где начинается раскол битва одних людей с другими на основании какой-то идеологии непонятной или понятной это есть угроза колокольчик звонит что же творится в обществе и тогда мангу хан не мог понять бог едино как это могут религии которым он не придавал особого значения друг с другом воевать они же пальцы на этой руке ранее мы установили что все эти события путешествия друг друга происходили на рубеже 14 и 15 веков то есть христианство уже было и из нашей серии фильмов царь славян сам образ христа а вернее императора андроника либо царя андроника которого казнили фактически в современном стамбуле рядом со стамбулом описали и как после этого появился культ его почитание перешедший в религию так вот в момент путешествия друг рука этот культ как раз таки только переходил в религию и католицизма скорее всего не было был какой-то папа римский но кем являлся руб рук мы уже говорили то есть он совершенно не был католиком это были небольшие или большие крестьянские объединения и по датировке этой поездки руб рука мангу хану можно сказать одно что все эти события происходили лет за сто пятьдесят за двести до того как разыгралась война которую мы с вами установили как первый удар это самое начало нашей серии история великой тартарии европейский мятеж когда западная часть евразии начала отделяться от метрополии северная африка с европой по официальной хронологии это происходило самом начале 1500-х годов когда карл пятый начал создавать священную римскую империю на других идеологических и религиозных основах отличающихся от основ и религии метрополии и началась война которая длилась достаточно долго в горячей фазе этой войны было применено оружие массового поражения и что произошло дальше мы уже с вами неоднократно говорили потом произошел потоп упал спутник так вот поездка дырубрука происходило за 150 200 лет до начала войны до появления карла пятого на момент когда еще католицизма не было то есть путешествовал дырубрук являясь членом какого-то ордена христианского а что касается магометан вот это нужно исследовать христиане и магометане появились одновременно только в разных частях планеты или евразии если христиане появились северной африке в западной европе в тех губерниях как мы их называли средиземноморская и причерноморская а магометане скорее всего появились персидской губернии и фактически на тех же принципах и с той же целью что и христиане это было противопоставление официальной религии тартарии но может быть когда-нибудь я дойду до исследования персидской губернии и мы попытаемся определить процессы происходящие там как я уже говорил что существовало семь царств подчиняющихся метрополии тартарии и скорее всего они были по морям мы уже с вами поняли что была причерноморская губерния средиземноморская губерния балтийская губерния вот каспийская какая-то персидская губерния остальные нужно искать а территория самой тартарии центральной начиналась от левого берега волги и фактически до дальнего востока но это еще раз повторяю мы будем исследовать и исследовать единственно про магометан скажу одно носовский фоменко в своих книгах русь и рим писали что они появились из нестарианской секты христианства якобы митрополит нестор в 322 году на никейском соборе откололся по причине непринятия святой троицы что бог отец главнее чем бог сын и святой дух в христианстве святая троица достаточно долго устанавливалась богомилы тоже почитали бога отца сильнее чем сына и святого духа то же самое делали катары ну а вот нестор якобы вообще не считал иисуса христа богом ну и соответственно святого духа и в принципе в исламе мы это и видим что нет бога кроме аллаха едина божия но скорее всего судя по как раз таки путешествию рубрука который описывает магометан отдельно нестариан вообще как религию чайнцев китайцев современных там стояли магометан нестарианские храмы в китае то есть скорее всего нестарианство это основа конфуцианство из него вышел не ислам современная религия китая конфуцианство в китае конечно много религии там есть и ислам есть и буддизм но основная религия это конфуцианство и теперь мы видим откуда оно пришло а у ислама видимо совершенно другая история для меня это было достаточно серьезным открытием что хины чайны хины китайцы современные не те катайцы которые жили в области камбалу и были славянами а вот именно те хины китайцы современные что в их фундаменте развития лежит нестарианство а то что действительно нестарианство трансформировалась в конфуцианство здесь в принципе логически все понятно народ как правило не меняет в корне религию какая-то часть народа может принять другую религию но основа фундамент остается и я предположу что фундаменте конфуцианство находится нестарианство и этот момент надо изучать но пока до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до следующих встреч